Мы находимся у Капитолия, город Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Как мы видим, народу здесь не так уж и много, потому что пасмурная погода, сезон особо не туристический, да и визу туристическую получить в Америке сейчас проблематично. Поэтому вот так пустынно. Сейчас у нас конец февраля, поэтому не так много народа на этом месте, а летом здесь обычно очень много. Вот здание конгресса. Ну а вот мы находимся рядом с Белым домом. Белый дом, где живет президент Соединенных Штатов Америки. Куча журналистов сегодня здесь. Назовiseen Штатов Америки. За schönшеньшеньшеньшеньшеньшеньшен Ханчэрит. Куча «Аверики». Дорогие друзья, здесь находится демонстрация, проходит демонстрация, посвященная поддержке Украине. Люди против войны, против бомбежки. Мы находимся, напоминаю, в Вашингтоне. Впереди Борис Немцов Плаза. Это улица Бориса Немцова или площадь, другими словами. Все сигнали, все солидарны, нет войны. Здесь, в Вашингтоне, на площади Бориса Немцова, в этом районе. Видим российский флаг. Вот такая акция здесь проходит. Людей пока немного, погода ненастная. Многие автомобили ездят и сигналят в поддержку. Журналисты. Вот здесь проходит акция протеста против войны в Украине. Сегодня 24 февраля 2022 года. Вот такая акция. Поедем дальше смотреть, что происходит в Вашингтоне. Подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет очень много интересных путев. Вот такие события проходят здесь у посольства России в городе Вашингтоне. Вот такой город Вашингтон. С узкими такими улочками относительно своеобразной архитектуры. Небольшим потоком машин. Особенно хорошо, если бы вы здесь были, то это, конечно, лучше летом. Потому что зимой здесь не особо. Вот такая замечательная архитектура. Просто удивительная. Непривычно, конечно, после Нью-Йорка, но зато очень интересно. Направляемся сейчас в Пентагон. Это главный штаб Министерства обороны Соединенных Штатов. Ну а вот мы видим Пентагон. Перед нами открылся. Главный штаб Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Выезд из города. Сейчас мы находимся в этом замечательном парке. Погода, правда, холодная. Не повезло. Ну что поделать. И видим мемориал Линкольна. В честь 16-го президента Соединенных Штатов Америки. Такой замечательный, громадный, большой объект. Зайдем внутрь. Это просто ошеломляюще. Поднимаемся внутрь. Такие огромные колонны мы видим перед нами. Ух, жесть. Сегодня еще немного народа. Здесь нам повезло. Дорогие друзья, сейчас мы находимся около 60 миль от города Вашингтона в местечке, которое называется Чаттерн Мэйнер. Это известное здание. Сегодня, правда, оно закрыто. Мы со стороны поснимаем. Которое было построено в 1771 году. Чаттерн стал свидетельством ужасов рабства здесь, в Америке. Вот такие колониальные реконструкции там впереди мы видим. И здесь был штаб. Этот дом был главным офисом для федеральных сил во время сражения при Фредериксбурге. Отличный, то есть как бы внутривид, красивые сады, особенно летом, когда все расцветает, весной, например, тоже можно посетить. Вот, поэтому, кто будет здесь, рекомендую посетить. Ссылка будет в описании. Вот такой исторически известный дом. Ну, тут где-то 2 мили от Фредериксбурга, города. Здесь есть парковка для машин. Ну, сейчас у нас 25 февраля. Тут закрыто это здание. Не по всем дням он работает. Вот такой замечательный вид открывается на город Фредериксбург. Поэтому, кто будет мимо проезжать, можно заехать, посмотреть. Ну, понятно, летом, весной здесь уже более красиво. Красивые сады и интересный вид. Это историческое здание. Здесь раненых солдат лечили в госпиталь при битве при Фредериксбурге. Вот. Пушки такие стоят. В общем, классно. Можно посетить. Сейчас посмотрим, что там у нас впереди. Это вид на сам город, я так понял. Классно. Такая картинка. Такая картинка. Ну, а сейчас мы находимся в городе Фредериксбурге. Это штат Вирджиния. Северная часть. В историческом районе. Такой замечательный город. Парковка бесплатная, кстати, по сравнению с Нью-Йорком. В общем, классно. Погода сегодня уже получше. Такой замечательный город. Настоящая Америка. По сравнению... Ну, как говорят, Нью-Йорк это не современная, не настоящая Америка. Ну, в плане того, что там много иммигрантов и не так это все видно. А вот здесь настоящая Америка. Итак, дорогие друзья, мы прибыли в город Ричмонд. Это столица штата Вирджиния. Соединенных штат Америки. Попробуем пройти к Капитолию. Которая расположена в этом городе. Здесь уже достаточно тепло по сравнению с Вашингтоном. Где мы были вчера. Около плюс 17 градусов. Такой интересный район. Исторические здания. Вот идет полиция. Суд. Вот Банков Америка. Впереди. В общем, попробуем пройти. Тут видно какая-то реконструкция этого здания. Далеко, наверное, поближе не подойдешь. Только там издали, если снимать. Ну, сейчас посмотрим. Такой чистый американский городок. Лично мне нравится. А, реально можно подойти, кстати. Поближе. Вот он, Капитолий. Стат Вирджиния. Ричмонд. Там еще впереди будет памятник Джорджа Вашингтона. Недалеко. Но мы постараемся туда попасть. Ричмонд небольшой городок. Около... 230 тысяч человек приблизительно. Поэтому... Здесь не так уж, что и много людей. Смотрим, что из себя представляет Капитолий. Мы гуляем по такому красивому парку. Здесь, в Ричмонде. Тут уже такие... Интересные, красивые виды на здания правительственные Капитолии. Ну, такой интересный, красивый парк. Сам Ричмонд славится множественными архитектурными зданиями. Историческими памятниками. Поэтому... Если будете рядом, то рекомендую посетить этот город. Впереди мы подходим еще к одной достопримечательности. Это известная статуя Джорджа Вашингтона. Первого президента Америки. Вот он. Памятник. Известный монумент. Если вы будете в Ричмонде, то рекомендую вам посетить его. Также мы видим, опять какие-то строительные работы ведутся. Ну, как обычно. Все реконструируется. Вот такие исторические здания. Монумент Джорджа Вашингтона. Вот приближаемся еще к одному памятнику. И к ряду памятников. Вот еще один памятник. Ну, вот это исторический район Ричмонда. ... Вот еще одна... архитектура вот еще один памятник вот так выглядит исторический район города ричмонда чистый красивый город здесь бережно относятся к памятникам архитектуры и к наследию которое досталось от предков вот такая поразительная архитектура ричмонда а а а а а такое местечко здесь молодежь катается на скейте дорогие друзья я думаю вам понравилось данное видео а может и нет пишите плюсы и минусы в комментарии спасибо за просмотр до встречи в моих новых видео пока пока а а а и и и и и и а и и Субтитры подогнал «Симон»